Девушки отдыхают Всегда знакомиться с очень интересными людьми, таким образом. С олимпийскими чемпионами знакомился, с очень крутыми стилистами Москвы. Мы были в Шанхае, он подошел к мужчине и говорит, я, говорит, Серега. Он говорит, я тоже Серега. Так и познакомились, сейчас дружим до сих пор. Ну, как-то так. То есть дреды сближают. А вот Ксения никогда не мечтала о дредах и даже не красила голову. Она и без этого в центре внимания. Ее называют тюменская рапунцель. Длина волос больше метра. Чтобы их просушить, требуется целая ночь. Натуральная блондинка пошла учиться на их теолога. Там тоже нужны светлые головы. Ксении обычно восхищаются, а иногда завидуют. Мне один раз кинули жвачку в волосы и мне пришлось выстричь, получается, одну четвертую густоты волос. Просто вот я их, наверное, дня два пыталась вычесать эту жвачку. И у меня никак не получалось. И просто я потом пришла и обрезала половину. А вот Люба не боится экспериментов с волосами и покрасила голову в стиле инь-янь. У мамы вообще тоже истерика была. Когда я пришла, она на меня смотрит, говорит, ты что с собой сделала? Я говорю, я так хочу, мне так нравится. Я, ну, мне бы очень нравилось. У меня прям глаза горели. Я почувствовала, что это то, что мне нужно. Я почувствовала себя собой. Я раскрылась. Черно-белые волосы внесли в жизнь Любы яркие краски. Ее прическу замечают даже продавцы в магазине. Я стою на кассе и мне говорят, а можете шапку снять? Она, то есть, тут же рассчитывает и тут же смотрит волосы. Говорит, а можешь еще покрутиться? Я говорю, ну, хорошо, ладно, сейчас я покручусь. И на улице просто тоже подходит. И в торговых центрах были. Сейчас Люба с головой ушла в работу. Она, кстати, швет игрушки. Такие же необычные, как и волосы мастера.